Азербайджан При этом глава государства констатировал, что мирный процесс развивается не так гладко, как хотелось бы. Тем не менее, Баку сохраняет приверженность к конструктивному диалогу и продолжает прилагать все усилия для скорейшего достижения консенсуса. К сожалению, армянская сторона демонстрирует абсолютно противоположный настрой, чем и обусловлено нынешнее состояние мирного процесса. Армения возводит искусственные преграды на пути к миру, упорно генерируя крайне неблагоприятный фон. Нарратив армянского руководства в полной мере позволяет судить о степени его готовности к продуктивному диалогу. Готовность нулевая, что лишний раз подтвердило распространенное накануне заявление МИД Армении. Суть этого заявления заключается в том, что Армения на официальном уровне объявляет о сохранении территориальных претензий к Азербайджану. Армянское внешнеполитическое ведомство обвинило Баку в заселении азербайджанцами армянских населенных пунктов на деоккупированных территориях. В качестве примера приводится село Талыш Тартарского района Азербайджана. То есть в интерпретации Рявана этот населенный пункт, равно как ряд других, является армянским и в настоящее время находится под контролем Азербайджана. Заселение этих территорий Армения расценивает как незаконное и противоречащее нормам международного права. Что следует из заявления армянского МИДа? Совершенно очевидно, что Армения ставит под сомнение необратимость итогов Второй Карабахской войны. Причем делает это посредством вполне прозрачных формулировок, направленных против территориальной целостности Азербайджана. Территории, о которых идет речь, не просто находятся под контролем Азербайджана, а являются его неотъемлемой частью, признанной на международном уровне. Это не перешедшие под контроль Азербайджана территории, а суверенные территории Азербайджана, освобожденные от многолетней оккупации. Четверть с лишним века пребывания этих территорий под контролем Армении не делает их армянскими ни на сантиметр. По той простой причине, что армянский контроль, в отличие от азербайджанского, был обеспечен в результате насильственного захвата этих земель. Действия Армении были квалифицированы международными инстанциями как военная агрессия и оккупация. Поэтому, апеллируя к международному праву, Армения ставит себя в чрезвычайно глупое положение. Процесс, который в Армении предпочитают именовать заселением, в реальности называется принципиально иначе. Речь идет не о заселении, а о возвращении азербайджанцев на свои исконные земли, откуда они были изгнаны в конце прошлого века. Незаконным заселением промышляла как раз таки армянская сторона, стремясь подвергнуть оккупированные территории Азербайджана демографической экспансии. Все это делалось с далеко идущими целями, суть которых в конечном счете сводилась к аннексии суверенных азербайджанских территорий. Этим планам так и не суждено было сбыться. Осенью 2020 года агрессор был повержен и оккупации был положен конец. Армении предоставлен шанс воспользоваться новыми реалиями в регионе и избавиться от статуса регионального сорняка. В качестве ключевого условия Азербайджан обозначил окончательные документально оформленные отказы от необоснованных территориальных притязаний. Без выполнения этого условия нормализация отношений нереальна, а стало быть Армения не имеет ни малейшего повода для уверенности в завтрашнем дне. По всей видимости, армянское руководство настолько увязло в дне вчерашнем, что не способно прагматично и трезво думать о будущем. Заявление МИД Армении красноречиво свидетельствует о нежелании смириться с итогами 44-дневной войны. Официальный Ереван дает понять, что не считает так называемый Карабахский вопрос закрытым. При таком раскладе заключение мирного договора не представляется возможным, и потому заверения армянских властей в готовности к миру выглядят банальной имитацией. Иначе МИД Армении едва ли стал бы называть дооккупированные азербайджанские села армянскими населенными пунктами под контролем Азербайджана. Опрометчиво расценивая послевоенный расклад в регионе как временное явление, Армения загоняет диалог с Азербайджаном в тупик. О какой нормализации отношений можно говорить в условиях, когда одна сторона по-прежнему зарится на территории другой? Баку все еще рассчитывает на благоразумие Еревана, но всякое терпение имеет свой лимит. Безрассудный курс на конфронтацию обойдется Армении очень дорого.